Переходим к нашей программе. Слово Натальи Дмитриевны Спириной «Переустройство мира и новое мышление». Сейчас подводится итог под роковой чертой эпохи. Преодолеем ли порог или отстанем по дороге и станем нищи и убоги. Свою судьбу решаем мы, избрав путь света или тьмы. «Переустройство мира и новое мышление». Несколько слов по этому поводу. Что происходит сейчас в мире? В книге «Мир огненный» третья часть, вышедшей в 30-е годы, говорится «Чем отличаются первые три десятилетия 20-го столетия? Войны, ужасы, жестокости, огрубления и самые страшные отрицания». Состояние планеты такое катастрофическое, что только самое нагнетенное воздействие удержит народы от зверства. Столько столетий множество душ устремлялись к явлению быта, но не бытия, и жизнь направлялась этими вожделениями. Вот это было сказано в 30-х годах, а с тех пор прошло 60 лет, и всё, что тут было сказано, неимоверно усилилось и дошло уже до своего апогея, до своего предела. Дальше – или катастрофа, или возрождение. Мы стоим, как я уже прочла в стихотворении, на пороге новой эпохи. Ведь уже столетия, как усовершенствование, удалилась от человечества. И дух, который насыщает множество, именно стремится к созданию тупика, в который мы сейчас и пришли, и мы это чувствуем. Свойства человеческие притягивают духов, которые воплощаются, не имея никаких духовных устремлений. Самый ужасный бит человечества есть его узкое мировоззрение. Границы этих мировоззрений не идут дальше физического мира. Человеческая нетерпимость ко всему высшему превратила людей в выродков. Силы духа расходуются на утверждение разрушения. Все это мы сейчас видим. Поэтому каждый должен думать о переустройстве мира, ибо когда мы поймем происходящее, а мы, видимо, уже его поняли, мы поймем приближение будущего. Каждая мысль, направленная к строительству новой эпохи, даст свои формы. Мысли формы явят направление будущего. К этому мы все призываемся. Перерождение мышления должно утвердиться как основа лучшей эпохи. Мышление – залог преуспеяния, залог нового строительства, залог мощного будущего. Значит, весь упор делается на мысль в этой эпохе. Пробуждение сознания, очищение учения и зов в будущее дадут великое перерождение мышления. Этому чрезвычайно помогает нам изучение книг живой этики, где указывается, и как очищаться, и как устремляться в будущее, и в чем это будущее состоит. Сознательное отношение к мировому переустройству может положить основание новому миру. Все силы света собираются для помощи человечеству. Мир надземный не оставит планету без помощи. Так и Матерь Мира, и Иерархия Блага, и наместники огненные собирают свои станы. Но мы не должны только возлагаться на силы света, но и сами принимать участие в переустройстве мира. Предпосылая мысли блага, мы уже творим те каналы, по которым могут собираться энергии блага. Когда идет великое переустройство мира, мы должны устремить наше утверждение на помощь созидательства света. Так создаются новые мосты. Мир нуждается в переустройстве. Явление очищения необходимо. Огонь духа и сердца утвердит новое начало. Так будем строить. Чудо у дверей.